Здравствуйте, время газеты на ТВ, а значит мы вместе с вами вновь читаем правду севера. Как по внешнему виду определить корову, которая проживет дольше других и при этом будет давать молока больше всех? Почему геном холмогорской породы постепенно вытесняется геномом галштинской? Об этом и многом другом корреспондент «Правды севера» Павел Кононов поговорил с селекционером Натальей Антиповой на выставке «Животноводство по морю». Интервью опубликовано в свежем номере «Правды севера» под заголовком «Смотрите, какие у вас роскошные стада». А сам Павел Кононов сегодня у нас в студии. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Я думаю, немногие наши телезрители и не все читатели газеты «Правда севера» знают о существовании такой выставки «Животноводство по морю». А вы впервые на ней побывали? Какие у вас впечатления? Нет, я не впервые побывал на этой выставке. Она проводится раз в два года. Раньше много лет, затрудняюсь, лет 50 эта выставка проходит. Она проходила в Холмогорах. Потому что Холмогорский район был центром животноводства в Арханинской области. А вот сейчас второй раз, первый раз в 2013 году выставка прошла в Вельском районе. Видимо, потому что животноводство развивается сейчас там. Ну а какие впечатления в целом? Я сразу скажу, что я не специалист, не ветеринар, не зоотехник. К этому отношения не имею, естественно. Но эта выставка, и, видимо, именно там, именно в Вельском районе, она стала не просто профессиональной выставкой специализированной. Это такой праздник, масштаб выходящего из Вельского района, например. То есть, во-первых, это праздник для жителей Вельска и округи. Потому что туда приезжают, кроме того, что хозяйство привозят своих животных, приезжают, естественно, представители этих хозяйств, работники, приезжают их друзья, семьи, дети. Приходят жители Вельска. Ну, события для района, да? Это события, да. Ну, а вообще масштабы внушительные? Ну, я не знаю, что такое масштабы. Масштабы животноводческой, в общем-то, выставки. В современных условиях, для нашего региона. Нет, ну, для нашего региона это, видимо, единственная и крупнейшая выставка. Вот, вот, Министерское хозяйство Карельский ей очень гордится. И, видимо, и организаторы, и министерство стараются этой выставке, скажем, придать такой статус, ну, выходящий за пределы области, например. Ну, и получается, в общем-то, все к этому идет. К этому идет. Хотелось бы привести цитату Натальи Антиповой. У вас очень хорошие животные, но зачастую перекормленные, особенно молодняк. Ваши животноводы молодцы. Мне кажется, в будущем у вас будет большой успех. Вот, что касается будущего, побывав на этой выставке, удалось ли вам понять, какие наши перспективы нашего региона? Я, конечно, говорю об импортозамещении. И на выставке, и без выставки известно, что на юге области действительно не первый год хорошо развивается молочное животноводство. То есть, там буквально действует, я сейчас не скажу сколько, но больше пяти крупных животноводческих предприятий, которые производят молоко. И продуктивность этих племенных предприятий, ну, скажем так, хорошая. То есть, то, что раньше в Архангельской области эти цифры были недостижимы. То есть, это тоже цифры для специалистов. Например, там 8 850 килограммов молока в среднем от коровы в год. Продуктивность агрофирмы Вельская, например. То есть, несколько лет назад эти цифры были невозможные. То есть, перспективы обозримые, вполне позитивные. Ну, и по словам специалистов, вот эта Наталья Антипова, она действительно специалист, она главный селекционер крупнейшего в стране племенного предприятия. Она оценивает очень позитивно. То есть, действительно, стадо хорошее, животные хорошие. Тот молодняк, детили, которые были представлены на выставке, они дают, видимо, специалистам представление о том, каким эти стада будут в будущем. Вот они хорошие, детили. Вообще говоря, о наших коровах мы подразумеваем прежде всего холмогорскую породу. А вот в связи с этим приведут цитату. В какой-то степени мы закупали галштинский скот за рубежом, но в основном приливали кровь галштинских буков и к холмогорской породе, и к черно-пестрой породе. С возрастанием кровности некоторые стада стали менять свою ориентацию на разведение животных галштинской породы и получили статус племенных хозяйств по разведению галштинов. Потому что процент галштинской крови превысил 90-95% и подходит к 100%. Что же это значит? Что скоро наша холмогорочка вообще перестанет существовать? Надо понимать, что в данном случае Анталина Типова говорит о деятельности своего племенного хозяйства в Подмосковье и, соответственно, о подмосковных стадах. То есть как у нас традиционная порода холмогорская, так у них традиционная порода черно-пестрая. И действительно они в своем Подмосковье, в своих широтах приливают то, что называется, галштинскую кровь. И действительно у них появились хозяйства, которые раньше были племенными по черно-пестрой породе, а сейчас становятся племенными по галштинской. У нас процесс галштинизации тоже происходит, специалисты об этом знают. Но тоже надо понимать, что холмогорская порода возникла не просто так. То есть она вывелась, можно сказать, естественным путем в христианских хозяйствах на севере. Она приспособлена для условий жизни на севере. Она менее требовательна к кормам, к условиям содержания, к нюансам, которых я не знаю, чем те же галштины, например. Продолжать? Да, 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 да. Вы же хотели рассказать по-польше нам про это. Вот. То есть процесс галштинизации происходит по стоку, поскольку, как говорят специалисты, есть большой банк семян галштинской породы, есть племенные хозяйства. То есть с помощью этих галштинских быков можно улучшить укроп любой признак, который там нужен в племенной работе. С холмогорской породы с этим сложнее. Но есть климатические условия. То есть если в Вильском районе, в Устьянском районе, на юге области есть условия для содержания, именно климатические условия для содержания галштинизированных коров, галштинских коров, то на севере области это проблематично. Ну вот вы завершаете статью такими словами. Холмогорская порода, она живет долго, это крепкие, сильные, хорошие животные. Через галштинов можно эти признаки протянуть, закрепить, но порода уходит. А жаль, это же золото. Гены пропадут, где их потом взять? Ну достаточно печально. Однако вот комментарий Дмитрия Карельского, министра АПК и торговли, он более оптимистичен. То есть действительно ситуация может измениться на 180 градусов, как говорит Дмитрий Карельский. Ну как бы нынешняя ситуация, это ситуация рыночная, то есть если рынку, сельскому хозяйству, сельскохозяйственному бизнесу нужны в нынешних условиях такие коровы, которые нужны, которые дают много молока, то вот происходит галштинизация, эти хозяйства на юге области процветают. Еще раз, на севере галштинов содержать сложно, очень дорого. То есть своих зерновых кормов вырастить трудно, а покупать дорого. Продукция подорожает, и на рынке это не будет иметь никакого смысла. Кроме того, как тут же министр Карельский говорит, у нас все-таки есть племенные хозяйства, которые занимаются именно хламогорскими быками. Их деятельность, эти племенные быки хламогорские, они получают субсидии из областного бюджета, то есть поддержка происходит этой племенной работы. Во-первых, чтобы это было сохранено, и во-вторых, если действительно рынок, ситуация повернется, чтобы можно было увеличивать поголовье хламогорок и так далее. Есть другой аспект, что, конечно, хозяйством в северных районах, в хламогорском, приморском, пинежском районах, которые занимаются молочным животноводством, они оказались именно из-за климатических условий в неравной ситуации с южными соседями. Другое стадо, другая порода, меньше продуктивность, выше себестоимость, но им надо как-то держаться на плаву и развиваться. То есть ситуация пока не однозначна. Наталья Антипова говорит о том, что больше всего ей понравились люди как раз после своего пребывания в нашем регионе. Вы наверняка очень много общались с фермерами, с животноводами. Вот по их настрою, по их настроению, по их энтузиазму, можно ли сделать вывод о перспективах сельского хозяйства в регионе? Еще раз, эта выставка, это действительно праздник, это праздник именно животноводов, занимающихся племенными хозяйствами. Конечно, они старались, они привезли туда животных. Эти животные, которых они привезли, коровы, нители, они ухожены до нельзя, они все гладкие, чистые, все наносят воду, подают какие-то... Ну, выставочные. Выставочные, да. Да, и еще раз, это праздник для всех. То есть, вот. Ну, это что касается коров, а что касается людей, какие вот у них настроения, и что они говорят о перспективах? Опять же, вот эти племенные хозяйства, которые участвуют в выставке, почти все хозяйства, может быть, и все хозяйства, кто представляет животных, это процветающие хозяйства с Юго-Архангельской области. У них действительно все хорошо. То есть, я не скажу там, какая именно у них зарплата, например, да, у работников, но, насколько я понимаю, она нормальная. Вот. Эти хозяйства живут, развиваются, внедряют новые технологии, и у них, я так понимаю, сейчас все хорошо и будет, по крайней мере, в ближайшем будущем. Ну, хорошо бы все действительно сбылось и было так. Павел, спасибо вам большое за интересную беседу, за прекрасную статью. Ждем новых материалов, ждем вас вновь в этой студии. Спасибо, Катя. У нас в гостях был журналист областной газеты «Правда Севера» Павел Кононов. Следующая наша с вами встреча состоится ровно через неделю. Читайте «Правду Севера», смотрите газету на ТВ. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова